Всем привет! Меня зовут Юзина Анастасия, мне 21 год, и сейчас я стабильно зарабатываю в месяц от 170 тысяч рублей. Но так было не всегда. Я родилась в маленьком городе Меджигородской области, в городе Викса, где особо негде зарабатывать. Там есть один завод, на котором все в основном работают, получают не очень большие деньги. И моя мама работала даже не на заводе, она работала просто продавцом в магазине, растила меня в одиночку. И у нас в семье всегда было так, что мы считали каждую копейку, не могли позволить себе ничего лишнего. Я покупала, точнее моя мама покупала мне самые дешевые вещи, чтобы мне просто хотя бы было в чем ходить. И у меня была такая мечта, что когда я вырасту, я обязательно буду зарабатывать столько, что смогу позволять себе покупать какие-то вещи, какую-то, может быть, технику. И вторая моя мечта была это построить дом для моей мамы, потому что даже в таких условиях, в которых мы жили, она отдавала мне все, что она могла отдать. И когда мне вспомнилось 18 лет, я пошла работать сразу же. Я работала сначала официанткой, потом работала барменом, параллельно еще училась в институте. И в какой-то момент я решила приехать в Москву. В Москве я работала просто продавцом-консультантом в обычном магазине. Но я понимала, что я приехала работать в Москву не продавцом-консультантом, а добиваться каких-то целей, пытаться понять, как мне выйти на заработок. Потому что вот эти вот детские установки, когда ты растешь в достаточно бедной семье, очень сложно их перебороть и вообще понять, что ты можешь зарабатывать большие деньги. Естественно, что я стала натыкаться на большое количество всяких привлекательных вещей, типа зарабатывая много, но это там оказывались каждый раз либо какой-то MLM бизнес, либо какие-то продажи. Я даже пробовала себя в продажах, но это абсолютно не мое. Я не могу втюхивать людям то, во что я не верю сама. У меня это абсолютно не получается. И все мои установки того, что невозможно зарабатывать большие деньги там без каких-либо связей или если ты не родился уже в богатой семье, они только укреплялись. Я уже переставала верить, но когда я приехала в Москву, я была такая окрыленная, воодушевленная тем, что это Москва, а тут много возможностей. И я уже стала очень сильно вставать на работе, потому что на меня очень много было гнета, мне было некомфортно работать. Я вставала очень-очень рано, в 5 часов утра, чтобы в 7 быть на работе, и я каждый раз съехала просто с ужасным настроением, очень сильно вставала. И в какой-то момент я решила, что так не должно быть, и просто уволилась. Встала искать другую работу и думала, что в Москве это просто, и что у меня все-таки уже есть какой-то небольшой опыт там, пусть я была просто продавцом-консультантом, но оказалось, что этого опыта абсолютно недостаточно, везде нужен больший опыт, или опыт в определенных направлениях, или нужно иметь огромный багаж знаний, и на самом деле даже там на зарплату в 50 тысяч, что вообще небольшая зарплата для Москвы, нужно иметь очень много знаний, очень много знать, и в целом месте я не могла найти работу. В какой-то момент я просто осталась без денег, без работы, я понимала, что мне нужно заплатить за квартиру, а денег у меня нет. Мне пришлось продать последнее, это мой телефон, и я понимала, что мне остался месяц, и либо я сейчас нахожу какой-то способ заработка, либо я возвращаюсь назад в свой город, и начинаю все сначала, либо же просто иду работать на завод, как все, или работаю продавщицей в пятерочке. Соответственно, мне не хотелось абсолютно для себя такой судьбы, и я решила устроиться в первое попавшееся место, в которое меня просто брали, это секретаршей в компанию, и я просто делала такую не особо полезную работу, подносила кофе, меняла бумагу в принтере, что-то печатала, и у нас там был такой отдел, где сидели абсолютно разные люди, и ребята от 20 до 30 лет, и были даже женщины ближе к 50, и однажды я услышала разговор двух ребят на кофебрейке, что они делились друг с другом результатами за прошлый месяц, и вот там у одного была зарплата, начислили там 200 тысяч, у другого 170, вроде бы, и я. Как-то так мне стало интересно, потому что я видела, что они занимаются чем-то реально интересным, потому что они всегда были на позитиве, каждый день прям видно было, что им очень нравится своя работа, и я познакомилась с одной женщиной, и тогда это стал для меня День Икс. Ей было уже за 40 лет, она была такая очень крутая, очень позитивная, и мы с ней просто как-то разболтались на перерыве, и она мне сказала, что они настраивают рекламу, что они настраивают рекламу, и она привела меня в свой кабинет, показала на компьютере примерно, что они делают, и я спросила её, а как научиться, как устроиться к вам конкретно вот на эту должность, потому что я тоже хочу только получать. И она немножко меня направила, скажем так, и я приходила после работы, прям сразу в тот же день, я пришла, села, стала гуглить, смотреть, что это, как это, как этому научиться. И я буквально за пару уроков, за пару дней уже всё поняла, и на следующий день я подошла к этой женщине, у меня был вопрос, там один момент мне был непонятен, и она очень удивилась тому, что я так быстро освоила все основные моменты, и она помогла мне объяснить ещё пару вещей, самых нужных на настройке вот этой вот рекламы. И затем я стала искать каких-то заказчиков, чтобы получить свой первый заказ, попробовать уже серьёзно настроить рекламу, и попала на одну платформу. Сначала я не очень верила, что ко мне обратятся, потому что я была новичок, но в тот же день мне упал первый заказ за 500 рублей. Я его сделала очень быстро, прям буквально в течение часа, отправила, и мне тут же пришли деньги. И я поняла, что это крутая схема. В общем, я оставалась пока ещё работать секретаршей в той компании, но это длилось ещё неделю, потому что каждый день после работы я приходила, брала ещё заказы, делала их, и за одну неделю я уже заработала на оплату своей комнаты. Соответственно, я поняла, что мне нет никакого смысла оставаться в секретарше за 30 тысяч рублей в месяц, да, именно столько там было клад, плюс были какие-то не очень понятные бонусы. И я просто уволилась. Я уволилась, и стала больше времени посвящать именно настройки рекламы. Сразу забегу вперёд и скажу, что это за настройка рекламы. Я пользуюсь Яндекс.Директом. Я думаю, что вы все знаете такую платформу, как Яндекс, тем более, что она сейчас захватывает Россию. Тут и Яндекс.Такси, и Яндекс.Еда, и Яндекс.Шеф. Вот, буквально недавно появился. Соответственно, я стала дальше настраивать, углубляться. Немножечко отошла ещё в Гугл, потому что это схожая песковая система и две самые популярные, которыми пользуются в России. Вот. И у меня стали сыпаться заказы прям в большом количестве. И вы просто не представляете, как я была счастлива, потому что деньги капали на мой счёт. Я выполняла работу, которая была абсолютно несложной, несложной для меня, и деньги шли. И с каждым разом у меня было всё больше заказов. В какой-то момент мне пришлось поставить свой ценник выше, потому что заказов уже было слишком много. Соответственно, у меня уже была набита рука. Буквально прошло две недели, я повысила свой ценник и стала брать уже заказы там не за тысячу, не за полторы тысячи рублей, не за пятьсот. У меня там средний заказ стал составлять три-пять тысячи рублей. Соответственно, тратила я на один заказ в день где-то час-два максимум, если это было сложно, или нужно было настроить несколько рекламных каналов. И, в общем-то, так, за месяц вот такой работы, за свой первый месяц я заработала больше 70 тысяч рублей, там плюс-минус какие-то копейки. И я стала дальше развиваться в этой сфере. Точно так же стала дальше работать, ещё повысила ценник. Соответственно, у меня стали заказы стоить около 10 тысяч рублей. Я тратила на них, ну, чуть побольше времени, чем пару часов в день. И во втором месяце у меня уже было 120 тысяч. Соответственно, сейчас у меня уже высокий ценник. И сейчас я уже зарабатываю, вот последний месяц у меня был, март, я заработала 170 тысяч рублей. У меня есть выписка из Сбербанка. Давайте мы с вами посмотрим. Вот, у меня две карты. Одна московская, одна региональная. Могу показать операции. К сожалению, больше он здесь не показывает. Вот столько мне пришло вчера. 40 тысяч рублей вот на эту карту я вывела. И вывела 7 тысяч рублей вот на эту карту. Соответственно, я не хочу никого обмануть. Вы сами можете видеть. Эта сумма, заработанная мной за март. Плюс у меня еще немножко было заработано за февраль. Тут остатки есть. Собственно, вот. И самый кайф этой работы в том, что я могу свободно уезжать домой в свой родный город и работать оттуда. И однажды я также приехала на выходные домой. Сидела, настраивала одну рекламную кампанию. И моя мама просто подошла сзади, стала смотреть, чем я занимаюсь, потому что ее тоже очень удивило то, что у меня появился такой заработок. Она стала смотреть. И я параллельно попыталась ей объяснить, что это, почему это, как это, как вообще зарабатывать. И мама попробовала просто взять свой первый заказ. Мы просто посидели с ней пару часов. Я ей все объяснила, всю схему, по которой я работаю. Хотя моя мама не особо там дружит с компьютером вообще абсолютно. Но она так тоже вдохновилась моими заработками за последние месяцы. И она сказала мне в конце, что из меня получилась бы хорошая учительница, потому что я объясняю все очень простым языком, какие-то сложные на первый взгляд вещи. Тогда у меня родилась идея, что было бы неплохо обучить этому большее количество людей. Потому что я знаю, что таких девушек, как я, таких, как моя мама, как мои подруги, которые работают по найму, встают супер рано и получают там буквально, ну, какие-то копейки, которых хватает только на определенные там необходимые вещи. Я понимала, что надо делиться этой схемой, потому что тот, кто реально захочет, она ему очень поможет. Поможет хорошо зарабатывать без всяких там каких-то махинаций, без всяких там продаж, если вы как бы не можете продавать. Без каких-то там вообще ставок, не знаю, на чем там сейчас еще крутится заработок. Я подумала, что надо точно записывать курс, не очень большой, понятный, чтобы каждый мог попробовать. И я сначала очень долго думала над стоимостью, потому что я понимала, что отдавать его бесплатно тоже будет нерезонно, потому что тогда эти знания не будут иметь никакой ценности, и у вас не будет мотивации, чтобы как минимум хотя бы окупить то, что вы потратили на этот курс. И на самом деле три заказа, и вы этот курс окупите. На самом деле информация очень ценная, и такой схемы точно в интернете еще не было, потому что она на самом деле очень простая, просто никто до этого не доходил. Она просто лежала на поверхности вот так вот, но мы, люди, привыкли искать сложные пути, и я очень рада, что я пришла к этому способу заработка, научила свою маму, она, конечно, не так супер углубилась, она берет там пару-тройку заказов в неделю, но тем не менее у нее падает дополнительный заработок на какие-то ее там хотелки, на какие-то там вещи, и она тоже очень довольна как бы этим, потому что это правда очень просто делается, и это правда очень востребовано. И вот это самое главное, потому что настройка рекламы это то, что будет востребовано, мне кажется, еще очень долгое время, до того момента, как это не станет автоматизированным, хотя я думаю, что это не станет автоматизированным, потому что тут есть такая вещь, как человеческий фактор. И я правда думаю, что у каждого, кто посмотрит этот курс, обязательно получится, вы научитесь настраивать контекстную рекламу, и будете точно так же зарабатывать свои деньги, позволять себе вещи, которые вы хотите. И тут еще такой момент, что вы можете путешествовать, абсолютно можно работать из любой точки мира, я знаю, что это такой достаточно избитый триггер, но это правда так, я пока еще не путешествую, потому что я очень люблю Москву, и хочу пока что пожить в ней, но я думаю, что рано или поздно я тоже к этому приду, потому что это тоже была такая моя детская мечта, путешествовать и зарабатывать одновременно деньги. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, я буду очень ждать вас на своем курсе, где я объясню все по шагам простым доступным языком, вы научитесь зарабатывать, и будете так же счастливы, как счастлива сейчас я, потому что мне кажется, что я до сих пор не могу поверить в то, что я к этому пришла, и я правда хочу поделиться этим с вами.